итак всем привет всем привет привет не обращаем внимание что у меня тут на рабочем столе это все что я для вас сделал это все исходники последних роликов надо очистить рабочий стол mac просто виртуальная машина с windows 11 синхронизируется с мак скажем так с mac os о чем хотелось бы поговорить в этом ролике давайте обсудим такую новость я значит зашел в twitter давайте мы с вами зайдем в twitter быстренько twitter windows вот сюда и прочтем такую новость и обсудим ее а также я вам скажу что microsoft выпустила windows 11 22 h2 в круг релиз превью то есть предварительный выпуск то о чем я вам говорил в последнем видео по windows 11 ее вот уже можно устанавливать уже можно установить заходим в программу windows insider выбираем круг релиз превью и устанавливаем где наша новость microsoft неожиданно выпускает windows 11 для неподдерживаемых пк то есть компьютеров давайте пройдем по ссылке так здесь сказано что во вторник microsoft выпустил windows 11 22 h2 в канал предварительный выпуск подтвердив следующее большое обновление для windows сейчас закрывается для публичного распространения осенью in the fall осенью она еще не вышла на выйдет осенью поддерживается а интерфейс мико для вин 32 программ перетаскивание на панель задач приложений то что я вам показывал в инсайдерских сборках в одной из инсайдерских сборок и улучшенное меню пуск новый диспетчер задач и другое но недолго после релиза в круг релиз превью пользователи начали получать обновления на неподдерживаемые компьютеры то есть давайте посмотрим данные скриншот у человека стоит windows 10 на неподдерживаемом железе здесь процессор здесь процессор intel core i5 7 поколения мобильный в центре обновления может появиться вот такая надпись windows 11 версии 22 h2 готова и это бесплатно пользователи reddit это подтвердили так что тут еще сказано можно войти в windows инсайдер программ то есть программа windows инсайдер выбрать канал релиз превью и даже если у вас неподдержанный компьютер получить и обновиться microsoft сказала что это ошибка то есть microsoft говорит что это это не имеется ввиду windows 11 поддерживается на других компьютеров microsoft пытается это сейчас устранить поэтому кто получил быстренько обновляетесь быстренько что мы будем делать сейчас кто получил обновляетесь но мы получаем обновление сейчас я даже так зайдем на диск c вот смотрите у меня сейчас windows 11 21 h2 я специально ее не обновлял то есть на м1 виртуальной машине есть виртуальный tpm 20 сбился смысле простите мы идем в центр обновления мы входим в программу предварительный выпуск выбираем предварительный выпуск канал компьютер перезагружается центром 0 мидал заступна новая сборка мы возвращаемся и скачиваем неподдерживаемые компьютеры слушаем внимательно сейчас когда у меня вот эти все нет фреймворк обновление защиты и накопительное обновление встанет центр обновления покажет новую сборку у вас же этого не будет я только поставил свежую версию windows у меня были немножко проблемы я рассказывал о них в первом взгляде на мако из винтура я здесь в аннотации прикреплю то есть мак завис пришлось переустановливать всю систему это потому что версия для разработчиков macos 13 но этот ролик сейчас не об этом об этом мы поговорим в следующих роликах так ребят сейчас это установится немножечко подождем ну вот microsoft у нас любит косячить они опять накосячили но это не показатель что windows плохая я этого не говорил у меня мак но я даю windows шанс и microsoft в том числе я мог бы конечно вот купив mac забить вообще на windows и спокойно себе снимать ролики в среде macos про mac про программы то есть все что к сайту apple и macos но я также хорошо отношусь к windows как операционной системе да здесь много проблем по сравнению с макос я бы на месте microsoft убрал бы реестр вообще из системы и сменил бы немножко ядро windows int уже очень ему ему лет 20 25 25 может быть даже больше за 30 этому ядру что-то с примесями линукса сделал бы юникс подобное ядро я думаю что система была бы гораздо стабильнее и производителя ну то есть она была бы устойчивая конечно есть люди у кого windows работает годами я это не отрицаю у меня windows xp работала да у меня была windows xp у меня она работала просто вот и не поставил мне надо было 10 лет я помню я поставил и тени семи лет компьютер спокойно работал да он засорялся я реестр немножко чистил 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 что-то там еще чистил систему очищал вирусы проверял но она работала она работала годами то что мы сейчас все покупаем макбуки мне просто нужно было рабочая лошадка скажем так переносная чтобы я был не привязан к месту и всегда везде мог снимать для вас контент так вот несмотря на то что мак имеет свою долю популярности windows по-прежнему остается самой востребованной системой всех времен скажем так но все очень интересная но я думаю что это действительно ошибка как заявляет microsoft это все исправится но мы с вами сейчас поговорим о том даже если вы успеете обновиться сегодня у нас 9 июня я я снимаю ролик на данный момент это еще не закрыто кто получил обновляетесь я специально постараюсь выпустить ролик как можно быстрее чтобы у вас были ответы на все вопросы еще раз windows 11 22 h2 выйдет в октябре канал релиз превью для тех людей кто хочет получить обновление раньше это не значит что она вышла она выйдет осенью пару месяцев ранее я снимал видео и об этом говорю в данный момент тестируется 23h2 она выйдет также осенью но 2023 года давайте мы с вами зайдем на change windows и посмотрим на этот сайт про сборочку 25131 я снимал ролик у нас в двух каналах одинаковые сборки 22621.1 в превью и такая же в бета все происходит именно так как я вам сказал ранее сейчас это установится и мы вернемся будем говорить уже по следующей версии windows и так поехали к тому что я говорил что нужно сделать неподдерживаемому компьютеру чтобы получить windows 11 пока она доступна просто в канале релиз превью мы открываем центр обновления программа предварительной оценки вступаем релиз превью выбираем компьютер перезагружается нажимаем проверить наличие обновлений и в этот же момент мы идем делаем раз параметры вид показывать скрытые файлы папки и диски применить опять меня нет фреймворк но он не потребует перезагрузки я так думаю не знаю насколько я прав ну давайте посмотрим раз он установится я прошу прощения что у меня вот все только-только устанавливается вот проверка наличие обновлений идет идем сюда видимо он убран уже microsoft хитрые вот хитрюги просто нет слов одни эмоции так покажу на другом примере чтобы получить все таки сборку значит неподдерживаемым компьютером нужно приложение оффлайн инсайдер энро яндекс найдет это яндекс я знаю хорошо яндекс понимает мои мои описание открываем этот сайт берем свежую версию программы перемещаем ее на рабочий стол я не буду себе включать через нее так как у меня работает центр обновления запускаем это от имени администратора и выбираем enroll to beta channel на неподдерживаемом компьютере beta channel и получаем сборочку microsoft fix it активно эту проблему поэтому в релиз превью что-то пропало кто обновился тот обновился на неподдерживаемом компьютере не получится значит смотрите показываю у меня beta channel сборочки там одинаковы все вот она финальная версия 22h2 вот она начала скачиваться идем вот сюда идем сюда и ждем пока появится папка windows bt это между шестью и восьмию процентами вот она заходим sources и удаляем этот файл compact appraiser resources этот файл уберем и удаляем еще раз compact appraiser resources вот так вот удаляем но мне это делать не надо у меня установится так как тут виртуальный теперь м2 на те люди кто пишут мне в комментариях что этого файла нет этот файл есть это расширение и там хранится там хранятся сведения о совместимости компьютера этот файл проверяет на совместимость машины с windows 11 как только появляется этот папка идем в sources удаляем и после девяти процентов должна пойти дальше установка последнюю версию программы я выложу в telegram канале проекта приходите забирайте по поводу этой новости видимо ее фиксили уже уже microsoft очнулась это правда ошибка по всей видимости не будет многомиллионная корпорация оставлять дыру но кто успел обновиться без этой утилиты поздравляем даже если неподдержанные компьютеры получили сборочку через официальную программу windows insider вам также надо зайти в папку вот сюда и удалить этот файл иначе будет проверка теперь и всего остального я не знаю почему microsoft тут так иногда делает но это весело это весело таким образом можно урвать новую систему странно конечно очень ну да ладно что касается новой версии системы давайте поговорим данная система выйдет осенью сейчас она доступна для инсайдеров круга релиз превью сборка из бета канала ничем не отличается от сборки которая доступна в канале релиз превью это тот же самый релиз просто вот вы установили зашли вот в эту программку и поменяли как канал на релиз превью и меняем потом на релиз превью channel чтобы получать ранее ранее обновление накопительное кумулятивное по windows 1123 h2 мы также будем снимать ролики она сейчас в круге дэв новых сборок нет поэтому не снимаем как только появится новая сборка мы также будем снимать видео а если данный ролик был полезен был веселым поставьте пожалуйста этому видео лайк напишите комментарий пообщаемся с вами мы отвечаем на комментарии конечно не на все потому что мы не успеваем но отвечаем ну что встречаем новую версию windows всем пока а и Продолжение следует...